Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вспоминаем святого Кирилла Иерусалимского, его день памяти. Это предстоятель Иерусалимской церкви в четвертом веке. И вот святой Кирилл Иерусалимский это участник второго вселенского собора, того собора, на котором окончательно была побеждена ересь Ария, а также побеждена ересь Духоборов, последователей Македонии, отрицавших божество Христа. Святитель Кирилл Иерусалимский это исповедник веры Христовой. И вот тот, кто желает посмотреть, вот как церковь веровала в четвертом веке, пусть берет сочинение святого Кирилла Иерусалимского и увидит, он истолковывает там символ веры, он изъясняет таинство церкви Христовой. И оказывается, что крещение, допустим, совершалось практически точно так же, как и сейчас. Также вначале отрицались от сатаны, все гордыни его, всех дел его, служения его, сочетовались Христу, также совершалось троекратное погружение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После этого совершалось таинство миропомазания, потом все причащались святых христовых тайн. И вот святой Кирилл Иерусалимский, он как раз истолково объяснял таинство церкви Христовой, объяснял богословие. И в четвертом веке это был один из таких святых отцов, на которого опирались христиане тех времен, потому что отовсюду шли какие-то гонения. Ариане гнали, императоры Ариане тоже гнали, потому что там чередовались то православный, то Арианин император. Потом Юлиан-отступник гнал. И много было еще язычников со всей округи, которые приходили, поносили христиан. Иудеи были против. В общем-то, Иерусалим это такое место, где всю историю требовалось исповедничество. И Иерусалим, он палит кровью христианской. Там вся земля пропитана кровью христианских мучеников, исповедников. И Иерусалим, как мы знаем, это матерь всех церквей христианских. Там Господь совершил тайную вечер, там начало христианской церкви. Но, как мы знаем, там в свое время стоял и храм Соломонов, куда приходили все иудеи молиться. И по молитве самого царя Соломона он желал, чтобы все народы земли, что они тоже обращались бы к этому храму, дабы через него прийти к познанию единого истинного Бога. Дорогие братья и сестры, все, кто слишком боится прихода Антихриста, кто беспокоится по поводу того, что вот вроде бы сейчас должны иудеи восстановить храм Соломонов, вот пусть они внимательно ознакомятся с житием святого Кирилла Иерусалимского и с его учением и узнают, что подобные попытки уже были в истории. И чем же Господь их завершил? На самом деле, святой Кирилл Иерусалимский и сам город Иерусалим – это что-то такое уникальное в истории церкви. Там было очень много действительно таких духовных знамений. Вот когда святой Кирилл только-только стал епископом, и в 351 году, в день Пятидесятницы, было дано удивительное знамение, что над Иерусалимом увидели сотканный из лучей света крест. Крест простирался от Масличной горы вплоть до Голгофы и на такое же расстояние поперек, то есть четырехгранный из солнечных лучей составленный крест. И вот это видели несколько часов, и некоторые иудеи и язычники под действием такого знамения обратились ко Христу. Сам святой Кирилл Иерусалимский – это исповедник веры православной. И в IV веке арианская ересь, она боролась против православия. И вот сам святой Кирилл, он трижды был изгоняем со своей кафедры, но трижды Господь его возвращал. И вот сам святой Кирилл, осталась одна книга с его поучениями, огласительные поучения, когда он оглашенных готовит к окрещению, к таинству крещения. И там он излагает веручение, в том числе одно из его слов посвящено пришествию Антихриста, признаком этого, опираясь на Священное Писание. И он прямо говорит, что если у нас нет любви к ближним, если мы погрязаем в ненависти вместо того, что братолюбие, братоненавидение, то вот этим мы уже и ускоряем приход Антихриста, потому что Антихрист придет тогда, когда скудеет любовь среди православных христиан, когда будут приумножаться ереси. И всякая ересь – это в каком-то смысле тоже дело антихристианское. И в каждую эпоху, в каждую эпоху есть, конечно же, свои святые исповедники веры Христовой, но есть и свои такие вот мелкие антихристы, которые выступают против, борются, являются проводниками воли дьявольской. В частности, во время святого Кирилла Иерусалимского таковым стал Юлиан Отступник, император, поначалу демонстрировавший себя как вроде бы христианин. Он находился в родственных узах со святым Константином Великим, он получал воспитание христианское, а как только стал императором, он тут же провозгласил себя язычником и стал бороться против церкви православной, христианской церкви. И избрал он весьма такой лукавый путь, то есть он отделял от школы, от образования всех священнослужителей, то есть вот вы только там в храмах у себя молитесь, а обучать детей ничему не нужно. Он вызволил всех еретиков, но промыслом Божьим получилось так, что в то время как раз сосланными оказались очень многие православные, и когда вышел эдикт императора Юлиана о том, чтобы освобождать всех сосланных за какие-то вот религиозные вопросы, то свободу получили как раз многие именно православные епископы, и Юлиан не сразу понял этот просчет, и сам святой Кирилл Иерусалимский тоже был сослан, и вот он возвращается на кафедру и восстанавливает там православие. Но Юлиан Отступник, он предпринял еще такую меру законодательную, он буквально повелел, приказал восстановить Иерусалимский Соломонов храм. А как мы знаем из священного писания, вот и сам святой Кирилл Иерусалимский об этом говорил, что сказано, что антихрист восядет в храме как бог, выдавая себя за бога, да, и претендует тоже на роль мессии. В каком же храме сядет? Святой Кирилл прямо говорит, что ясно, это не христианский храм, а это именно храм иудейский, потому что иудеи продолжают ожидать мессию, а так как они проглядели истинного мессию, то кого они примут как мессию? Уже антихриста, то есть тот, кто придет вместо Христа. И для того, чтобы его принять, надо, так сказать, восстановить храм Соломонов. И вот действительно мы встречаем такой указ, что действительно предписано Юлианом Отступником заново отстроить этот храм. К слову, дорогие братья и сестры, отметим, что подобные попытки они уже предпринимались до этого. Мы знаем, что в 70-м году храм Соломонов был полностью разрушен, ему предшествовал такой большой пожар во время осады города Иерусалима, и храм был разрушен, но в начале 2-го века уже пытались иудеи восстановить там храм, а вот император Адриан, языческий император, он, это 130-е года, он город Иерусалим стал заселять многочисленными язычниками. И на месте храма Соломона император Адриан воздвиг языческий храм в честь Юпитера, римского божества. И получилось так, что на месте, где стояла когда-то святое святых, император повелел поставить собственную статую, причем Адриана изображали на коне, то есть представляете, что вот там мраморный конь, на нем мраморный император, и это ставится на место святая святых, и вот такое действие вызвало ожесточенное восстание со стороны иудеев. Мы, конечно, не можем одобрить самого императора, потому что все-таки храм Соломонов, это тоже было действие Божьего промысла, и Господь через этот храм призывал всех к поклонению единому Богу в ветхозаветные времена, до того времени, когда пришел сам Христос-Спаситель. Но восстание иудейское, оно закончилось, новое вот это восстание тоже закончилось весьма плачевно, шло оно несколько лет, и после этого было приказано вообще вот разрушить все, что там было на храмовой горе, сам город разобрать по камням и даже перепахать, и заново отстроить уже языческий такой вот город. И только в IV веке, когда Константин Великий дарует свободу христианам, начинают восстанавливаться христианские святыни, то есть места, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа. А вот тут приходит Велиан отступник, и он предписывает восстановить храм Соломонов, он выделяет некоторые средства, направляет туда архитекторов, и надо сказать, что многие иудеи оживились, это был 362 год, когда объявлено было восстановление храма Соломонова. Многие даже иудеи специально жертвовали свои драгоценности, продавали свое имущество для того, чтобы внести огромный вклад и как можно скорее восстановить столь чаемый ими храм. И к чему же это все привело? Что христиане были гонимы, Юлиан отступник ненавидел христианам, вот иудеям он дает привилегии, чтобы они тоже, вот как враги христиан, смогли преуспеть. Но к чему это приводит? К тому, что когда казалось, уже все готово к возведению, собраны материалы, уже начали рыть траншеи, тысячи работников, отовсюду спешат те иудеи, которые хотят помочь, то вдруг происходит нечто невообразимое. Причем это описывают вовсе не только христианские историки, но даже языческие историки, в частности язычник, римский историк Марцелин, он описывает то, что произошло. А произошло следующее. По какому-то вот особому сверхъестественному воздействию произошло таких вот три, ну мы скажем так, чудо или три таких вот особых вмешательства в это дело, что как только они прорыли вот траншеи для фундамента, для того, чтобы проложить первый фундамент для храма, как эти траншеи обрушились. После этого иудеи не вразумились, снова приступили к работам. И вдруг происходит страшное землетрясение, причем из земли вырываются клубья пламени, которые попаляют строителей. Многие пали замертво, другие с ожогами. То есть происходит нечто вот невообразимое, как будто само небо протестует против подобного возведения. А после этого случается третье, что подымается огромный вихрь, который разметал все строительные материалы. Хотя это была тяжесть, в общем-то, неимоверная. Они были уложены там правильно, в правильном порядке. И все это было разметано. А пожар, который начался, он уничтожил все то, что было приготовлено. И сами иудеи, они поняли, что происходит вот что-то вот странное, что Господь Бог, Он против подобного возведения храма, отступили от этого дела. А через некоторое время погиб и сам Юлиан отступник. Так что подобное мероприятие не увенчалось успехом. О чем говорит это событие? О том, что вот не нужно братья и сестры бояться, что кто-то где-то там чего-то заготавливает, какие-то материалы, что уже, мол, все конструкции приготовлены, осталось просто возвести храм и тут же встретить этого Антихриста. Потому что на самом деле все в руках Божьих. И даже когда мы по-человечески не можем ничем противодействовать антихристианским замыслам, вдруг вмешивается сам Господь Бог посредством, может быть, даже обычных, естественных каких-то вещей, вот таких вот землетрясений, вулканических извержений, там бури и подобных проявлений природных вот страшных катаклизмов. И Господь не допустит совершиться тому, чему совершиться пока не нужно. То есть наша задача — это быть верными Богу, оставаться как подлинные христиане, чадами Церкви Христовой, и Господь не допустит вот этого пришествия Антихриста. Сейчас, конечно, тоже бывает, многие люди начинают фантазировать по поводу того, что вот там в Иерусалиме все готово уже к встрече. На самом деле это не так. Почему? Потому что тоже, видимо, промысл Божий так сказался. Все места, которые почитаются у иудеев как главные святыни на Храмовой горе, все эти места принадлежат мусульманам. И на месте храма Соломонова находится мечеть под названием Купол Скалы. То есть считают, что якобы оттуда Мухаммед вознесся на небо. Ну, об этом мы сейчас не будем говорить, спорить, там что-то обсуждать. Просто мы говорим, что эти места, они принадлежат мусульманам. На месте храма Соломонова находится мечеть, а рядом еще мечеть Аль-Акса, которая тоже, ну вот как бы, краем своим касается этого места, где когда-то стоял храм Соломонов. И иудеи, если так вот посмотреть чисто вот внешне, это сейчас вот самая такая несчастная религия. Почему? У них нет ни храма, ни жертвы, то есть вот полноценного богослужения, ни священства. Что же это за религия, в которой нет ни священства, ни храма, ни богослужения с их жертвами? Вот у нас есть и жертвы, и хористическая бескровная жертва, таинство Евхаристии. У нас есть храмы, у нас есть священство, а у них ничего этого нет, и восстановить они не могут, потому что ислам оказывается весьма мощным таким вот движением, если посмотреть на общие такие вот мировые порядки. Ислам, он укрепляется, хорошо это или плохо, не нам судить, но есть, видимо, какой-то промысл Божий, который данные места не возвращает иудеев. И даже когда была семидневная война, и государство Израиль победило враждующие против них исламские государства, и потом были тоже еще неоднократно военные конфликты, когда Израиль побеждал, они все равно не могли вернуть себе храмовую гору. Вот государство Израиль так и не смогло, даже побеждая исламские народы, вернуть себе храмовую гору, вернуть себе вот эти святыни, и каждую пятницу сейчас, вот те, кто бывали в Иерусалиме, жили какое-то время, они видят, как мусульмане каждую пятницу такими насыщенными потоками через все вороты старого города в Иерусалиме направляются в свои мечети, чтобы совершать поклонение Аллаху, и ни один иудей не имеет туда доступа. Поэтому нужно понять, что есть какие-то вот Божьи пути, пути промысла Божия, и Господь не допускает прихода Атихриста, потому что, собственно, где Ему воссесть, как Бог, когда храма такого просто-напросто нет. Святой Кирилл Иерусалимский, он неоднократно говорил о том, что все христиане находятся под защитой Господа Иисуса Христа. Почему так? Потому что мы крещены во имя Христовое, потому что в Таинстве Миропомазания нам дарован тот же Святой Дух, который не шел на Христа, вот когда при крещении был виден Святой Дух, нисходящий на Него как голубь. И вот того же самого Святого Духа причастны все христиане в Таинстве Миропомазания, и они причастны помазанию древних первосвященников, царей. Они носители той же благодати, и поэтому не нужно пугаться, так как с нами Господь Бог, Он не допустит нам ничего вражьего, Он не допустит ущерба своей Святой Церкви. И главное, вот о чем говорит Святой Кирилл Иерусалимский, это хранить друг ко другу любовь, сторониться разделения и избегать ереси. Вот что основное, потому что если не будет ересей, ненависти и разделения, то Церковь сохранит единство, она пребудет в благодати Христовой, а Христос своих не оставляет. Вот будем помнить это, дорогие братья и сестры, что никакие человеческие попытки ускорить пришествие Антихриста, поскорее восстановить храм Соломонов и прочие какие-то вот конспирологические теории и идеи, это все совершенно несостоятельно, потому что над миром правит прежде всего Божий промысл, а Господь, Он своих чад не оставит. Покуда живет вера Христова на земле, никакой Антихрист нас не коснется. Так что всем, дорогие братья и сестры, мира, доброго здоровья и духовных сил, которые подает нам наш Господь Иисус Христос. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok